сегодня я хочу вам рассказать как нужно правильно сажать деревья в брусчатке это сейчас очень важно и актуально то простите внимание вот этот дуб мы сажали 6 лет назад растение местное сажалось и невысокого роста около 3 метров и мы его дальше уже формировали сами приствольный круг большой брусчатки нету там земля продумано дренаж чтобы не застаивалась вода и в то же время корневой системе ничего не мешало вот какая большая у него крона и у нас вот такой большой круг чтобы сама круг не раздражал можно посадить туда цветы но цветы должны быть такие у которых не очень большая корневая система данном случае здесь рудбекия она цветет в осенью желтыми цветами многолетний имеет небольшую корневой она не мешает дереву пока дерево было молодое у него вот здесь а были веточки это чайно-кофейная зона и людям здесь а ходят сидят за столиками чтобы им не мешала мы убрали лишние ветки сформировав штамп штамп это ствол дерево на котором нету веток дальше идет уже крона кронная шапка делается в виде пирамиды в виде шарика или оставляется свободная в нашем случае мы не можем себе позволить оставить ее свободны потому что она будет мешать друг другу деревья посажены часто и чтобы они друг другу не мешали вот я на это на примере этого дерева хочу вам показать мы его стригли в том году укоротили ветки и он стал вот такой более конической формы попозже мы его чуть-чуть подровняем также хочу обратить ваше внимание на инструменты это очень важная деталь потому что работая с деревом нужно чтобы инструмент был хорошего качества острый вот потому что мы когда делаем срез он делается ровно и аккуратно одним движением чтобы не пилить ветку именно взять и отрезать сейчас я на примере этого дерева покажу как открывается штамп вот я подхожу и мне он мешает до ветки значит эту ветку надо удалить вот мы ее удаляем максимально близко к стволу чтобы у нас не оставался болезненный пенек и тогда дерево сможет спокойно затянуть свою рану вот мы убрали и уже нам ходить стало свободнее но нам мешают нижние ветки для этого мы делаем специальная обрезка называется юбочка мы убираем все ветки с толстой ветки убираются маленький которые растут вниз для того чтобы у нас спокойно можно было под ним проходить если вам мешают ветки не надо резать большую можно просто от большой убрать те которые мешают ходить либо укоротить их на внутреннюю почку при этом создавая более округлую форму дерева вот здесь тоже у нас вот эти ветки нам мешают дальнейшем ветка вырастет она станет тяжелее будет опускаться ниже вот так поэтому именно сейчас пока она молодая важно отрезать ее вовремя и правильно легким движением руки дерево проходит профессиональную стрижку также убираются все веточки которые не дали весной листьев это придает и декоративный вид и убирает лишние ненужные лет ну вот примерно так происходит обрезка в создавании именно формы дерева если вам нужно чтобы дерево было максимально выше то убираются еще несколько веток здесь а в данном случае они не мешают потому что прохода нету поэтому мы решили их оставить что может произойти если вы отрежете ветки поздно вот посмотрите вот здесь а ветки убрали слишком поздно и шов не закрылся то есть кора не смогла закрыть поэтому чем раньше вы отрежете а вот здесь она вот закрыты аккуратно чем раньше эту обрезку делать для дерева тем она для него полезнее и безопаснее в этой территории у нас нет вредителей знаете почему мы не используем химию никогда потому что химия убивает как и полезных так и вредных насекомых мы стараемся привлечь на территорию максимально большее количество полезных птиц и даже насекомых для этого мы делаем небольшие хитрости но об этом я вам расскажу следующий раз сейчас я вам покажу олейную посадку то есть вот смотрите все деревья посажены по краю площадки если в первом случае они были в середине в брусчатке здесь они играют роль своеобразного заборчика от ветра от солнца вот это ясень очень хорошее местное дерево многие не хотят его сажать говорят что она мусорная вот эти сережки в зимнее время им не нравится на самом деле когда дерево скидывает листья эти сережки являются не только декоративной частью они являются кормом для птиц поэтому нужно обязательно сажать разные породы деревьев которые будут приносить пользу для того чтобы здесь а был хороший заборчик эти деревья вот именно эту посадку нужно стричь в виде пирамиды и создавать вот такой конус чтобы ветки между собой не пересекались и при обильном снеге вот так пересечении не ломала ветки тогда и дерево будет красиво мешает прохожим она не будет и будет расти и радовать вас все ветки укорачиваем чтобы он имел фигуру пирамиды и здесь которые друг другу касаются нужно обязательно укоротить всего несколько отрезанных веток и уже вид у дерева изменился потом ребята возьмут стремянку и продолжим и у нас получится интересные конусообразные деревья из дуба и ясени вот хотела поделиться с вами информации многие задают вопрос что такое штамп штамп это часть ствола дерева на котором нету веток для чего он делается чтобы остальная крона росла именно в той фактуре в которой надо шар это пирамида или заборная шпалера но сейчас стали выпускать высаживать еще и штамбовые розы очень важно масштабовую розу никогда нельзя резать снизу под корень потому что это прививка снизу потом растет дикий у дерева если нету на вот этой части прививки резать только крайние ветки тогда у него остальная масса листьев будет расти вверх чем больше вы его укорачиваете по кругу тем быстрее он растет вверх но первичный штамп остается именно такой высоты какую вы задали ну что ж я думаю сегодняшняя информация для вас была полезна до новых встреч а а Продолжение следует...